МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время местное» в студии Андрея Симоненко. Предлагаем вашему вниманию актуальные новости и комментарии. Состоялось заседание избирательной комиссии Ямала. Лето – пора большого ремонта городских дорог. В планах – километры нового асфальта. Инспекторы ГИБДД усилили контроль над грузовыми автомобилями. Проверка машин ведется постоянно. Ямальские школьники из многодетных семей получат выплаты к 1 сентября. Состоялось заседание избирательной комиссии Ямала. У одного кандидата из списка, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия Роста» по единому избирательному округу были документы, оформленные с нарушениями требований законодательства. Поэтому кандидата исключили из заверенного списка, сообщает информагентство «Северпресс». Период регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями на выборах депутатов законодательного собрания Ямала 7-го созыва, подошел к завершению. Утверждено распределение в окружные избирательные комиссии домандатных избирательных округов, избирательных бюллетеней для голосования по единому и по одномандатным избирательным округам. С принятыми постановлениями можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Ямал-Ненецкого автономного округа в разделе «Постановления ИК Янау». Лето – пора большого ремонта городских дорог. В планах километры нового асфальта, но масштабные работы доставляют неудобства автомобилистам. Об этом они с раздражением высказываются в социальных сетях. Хотя дорожники стараются выполнить максимум работ за короткое время. Репортаж Дмитрия Мавдрика. Ремонт автомобильных дорог коснулся многих районов города. Еще в прошлом году на улице Апской приступили к полной реконструкции. Завершение работ планируется вовремя. С учетом всех пандемий, где-то заводы не довыполняли свои обязательства в рамках поставки материала на объекты, где-то большое время потеряли на обсервацию людей. График будет смещен, но контракт в этом году и однозначно постараемся его выполнить в срок. Также Ямал-Транстрой приступил к ремонту участков дороги на улице Гагарина, Заполярное и Первомайское в районе железнодорожного вокзала. А наибольшая нагрузка по количеству объектов легла на Ямал-Жилстрой. По ремонту уличной дорожной сети из 19 объектов уже сделано порядка 80%. У меня осталось только 4 улицы, 4 объекта, но очень большие улицы. Это Первомайская, это вот Дзержинка сейчас доводим уже до финала, вот это Комарова осталась, Речная и улица Революция на станции Апской. Дворовые проезды также не остались без внимания. Объемы работ впечатляют. Ямал-Автодор занимается ремонтными работами на двух проезжих частях по улице Школьной и по улице Подгорная. Также мы занимаемся ремонтными работами по 46 дворовым территориям. Из них на сегодняшний день у нас готовы под асфальт 12, вернее уже в асфальте. По остальным пока ведется предварительная подготовка и обмонтаж бордюрного камня. Стоит отметить, за ходом работ лично следит заместитель главы администрации города Дмитрий Лукьяненко. На сегодняшний день в ежедневном режиме контроль управления, ЖКХ и дирекции по обеспечению деятельности проводятся выездные совещания на месте с подрядчиком. Разрешаются вопросы, которые возникают в ходе производства работ. В основном касаются они подготовки либо основания, либо устройства водоотводных сооружений. Работа и контроль важны. Но какое же мнение у водителей по поводу масштабного дорожного ремонта? Если живешь наверху, а ездить в самый конец города, то вообще неудобно. А супруга же еще работает, допустим, в центре. Это объезжать около часа, грубо говоря, минут 40, утром теряешь. Чтобы поездить, объехать везде все пробки и так далее. Ну, очень неудобно. Все в порядке, у всего свои трудности. Москва не сразу устроилась, дороги. Завтра будет лучше. Поддерживаю, что ремонтируют, это очень супер, клево. Ну, да, трудности есть. По Гагарина, конечно, приходится объезжать иногда, забываешь. В целом, пусть лучше все сразу. Как итог, мнения жителей разные. Но большинство готовы потерпеть неудобства, чтобы в дальнейшем передвигаться по достойным дорогам. Говоря о терпении, в целом, ремонтные работы по срокам должны закончиться до конца сентября. Дмитрий Мавдрик, Евгений Садыков, программа «Времестная». Инспекторы ГИБДД усилили контроль над грузовыми автомобилями. Проверка машин ведется постоянно. Кроме того, перевозка сыпучего груза без пологов стала частой причиной жалоб лабытнанцев в социальных сетях. Чтобы напомнить водителям правила безопасной езды, сотрудники госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. КАМАЗ, груженный щебнем или песком, в городе практически не увидишь. Зато на объездных трассах их много. Более ста грузовиков каждый день работают по маршруту от микрорайона Обский, поселка Харп и до Обского причала. По этим же дорогам передвигаются легковые автомобили и автобусы. От лабытнанцев нередко поступают жалобы на несоблюдение правил перевозки сыпучих грузов. Многие водители не накрывают кузов специальным тентом, хотя это их прямая обязанность. Расскажите, как вы ее привозите? Насыпали, да повезли. А прикрываете чем? Конечно. А если бы не прикрывали нас водные инспекторы, сторожат регулярно. В одном из городских пабликов был размещен пост об очередном таком нарушении. Автовладельцы запечатлили, как грузовик перевозит переполненный кузов щебня без какого-либо полога. Однако во время рейда госавтоинспекция не раз останавливала подобных нарушителей. Встречались водители, которому уже сегодня был выписан штраф. Есть и те, кто на месте устранял свою халатность. У вас сейчас, вот мы наблюдаем, камушки прямо на борту лежат. Полог у вас наполовину прикрыт. А если эти камушки падают на дорогу? Стараемся, чтобы не падали. Ну как вы стараетесь? Убираем их. Давайте сейчас уберем. Да, конечно, без проблем. У водителя грузовика не только полностью не прикрыт кузов специальным тентом, но и расположение груза было неправильным. За такие нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей. Но водителю больше груза выписали предупреждение. Водители, как правило, стараются относиться добросовестно к перевозке грузов, особенно с цепучим. Также, если, допустим, водитель не принял никаких мер, которые впоследствии могут загрязнить проезжую часть дороги, окружающую среду, по отношению водителей нами составляется административный материал. Сегодня эти госзнаки инспекторы сняли с грузовика, который также перевозил щебень. Как выяснилось после проверки документов, прежний собственник снял с учета транспортное средство, а новый так и не зарегистрировался. Грузовик коротчайшим путем поехал на свое постоянное место стоянки. То есть сегодня у него рейсы были, скажем так, закончены. Инспекторы дорожного движения предупреждают предпринимателей и владельцев фирм-перевозчиков, что они должны обязать своих водителей пользоваться тентами и не пренебрегать безопасной ездой. Это в их же интересах. Если шоферу штраф выписывают небольшой, то юридическое лицо может лишиться сотни тысяч рублей. Ну а другим автовладельцам совет простой – держать дистанцию с такими большими и опасными грузовиками. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное». Более 19,5 тысяч школьников Ямала из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября. Это на полторы тысячи ребят больше, чем в прошлом году. А размер выплаты составляет 3777 рублей на одного ребенка. На поддержку имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих на Ямале, сообщила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова. Подать заявление можно на портале госуслуг через сайт окружного департамента социальной защиты населения. Для этого необходимо зайти в раздел «Госуслуги», предоставляемые в электронной форме, выбрать пункт 28 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» и заполнить данные. Также документы можно подать через МФЦ или опустить заявление и копию документов в специальный ящик у входной зоны органа соцзащиты по месту проживания. Отметим, что личный прием в последнем приостановлен до особого распоряжения. Срок подачи заявления до 1 сентября, а для семей, имеющих детей, обучающихся за пределами Ямала до 1 октября. Срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней. Более подробно о данной мере поддержки можно узнать по телефону горячей линии. Ежедневно с 8 до 20 часов или на сайте Департамента социальной защиты населения в разделе «Информационный киоск». Это была последняя информация выпуска, а далее прогноз погоды. На этом же у меня все. В студии работал Андрей Симоненко. Я благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальные и проверенные информации доступны в интернете на сайте lbtdfistv.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте и будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»